здравствуйте всем кто меня знает и не знает меня зовут алексей можно сказать что я философ драматург музыкант матадор космонавт и и так далее и тому подобное шутка я занимаюсь гаданиями да сейчас по крайней мере вообще занимался философией поэзией писательской деятельностью так так по фэншую все расставлю сейчас секунду в общем как то так ну можно сказать что я по жизни неудачник раз занимаюсь философией не знаю почему но такое ощущение что все философы они какие-то знаете живут своих мирах у них свои принципы они практически все не могут ими поступиться и они неудачники это у меня такое у меня такое чувство собственно говоря вот так представился ну кто меня знает кто не знает так ладно хватит обо мне да обо мне смотрите сейчас мы проведем гадание на обычных игральных картах как я это делаю я это делаю уже приблизительно последние два года и даже больше я не помню проведем гадание вот нас карта родной дом небольшое гадание ничего более события могут меняться поэтому здесь не надо относиться к этому прямо очень очень серьезно но и очень скептически тоже не стоит относиться потому что гадания они имеют цель предвосхитить и каким-то образом обезопасить сказать что может быть что может случиться чтобы человек мог защититься то есть как то так либо чтобы он смог принять верное решение вот так можно сказать да смотрите сейчас что мы делаем мы обозначаем карту матушка россия это у нас россия это россия карты скажите пожалуйста может ли быть смута в россии в 2023 году и если она будет что что она будет из себя представлять о том что и Продолжение следует... 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 И почему-то известие о деньгах падает. Дороги мужчины почему-то я не вижу. Не понимаю почему. Такое ощущение, будто пока еще не ясно. С мужчиной не ясно пока что. У него как будто все встречи отменяются. Далее. Меня сейчас интересует смута. Что это такое у нас? Скучная поездка и обман в получении денег. Я смуты не вижу, если честно. Я не могу сказать, что она из себя представляет, потому что я ее не вижу. Карты ее не выдают. Какая-то ситуация, да, назреет. Назревшая ситуация будет. Она в скором времени будет и прорвется. С чем связана эта назревшая ситуация? Я не знаю. Вот она, вот здесь. Вот это период весны. Начало лета. Это вот какая-то назревшая ситуация. Прямо она не очень хорошая. Вот здесь ситуация. После этой ситуации... Мужчина выпадает, король треф. Более далее я не могу сказать, что будет. Возможность исполнения желания. Это сочетание выпало. Интересно. Смута в России. Карты, ответьте мне, что она может из себя представлять? Если этот мужчина уйдет, король треф. Смута. Что она может из себя представлять? Здесь почему-то сочетание выпадает одно и то же. Десятка и шестерка. Шестерка. То есть после ухода короля треф. Вот это вот сочетание, которое выпадает. Вот оно. Оно почему-то проявляется после ухода мужчины. Мужчина почему-то уходит. Король треф. И здесь плохие люди. У меня идет несколько... Несколько... Это люди вообще или нет? Это обстоятельства. Вот это обстоятельства. У меня просто здесь несколько положений идет. Плохие люди, плохие новости или смерть родственников. Вот это вот. Очень много сочетаний. Но здесь с обстоятельствами связанное. Десятка пик и шесть бубен. Это с обстоятельствами связанное. Обстоятельства будут складываться плохо после ухода короля треф. После какой-то назревшей ситуации, которая даст плоды, то есть это воздаяние по долгам, король треф куда-то уходит. После короля треф возможна ситуация с плохими людьми, плохими и плохими последствиями. Вот здесь же падает король пик. Короля пик. Так, новая работа у кого-то будет. Король пик какой-то будет на новой работе, я так понимаю. Король пик займет новую работу. Хлопотать будет по деньгам, по деньгам, по хозяйству. У него ничего не будет получаться. Он будет хлопотать король пик. Какой-то король пик. Я не знаю, может он будет как серый кардинал, я не знаю. Он будет хлопотать по хозяйству, он будет хлопотать по деньгам, но у него все идет в минус. Может это называется какая-то смутная ситуация. Вот это может обстоятельство. Далее, что у меня идет. Здесь смута связана с королем пик. Вот так вот скажу. И с его делами. Вот какой-то человек будет. Вот он. Он у меня несколько раз проигрывается, он в основании всего. То есть и от него уже остальное идут беды. То есть он является корнем. Вот он выпадает в основании. То есть и от него идут уже последствия. То есть вот ну как-то так. Беседа с девушкой. Но это ни о чем. Это ничего не значит. Обман. Обманщица. Любовный разрыв. Слезы. Здесь последствия падают больше от действий. Далее. События с пожилыми людьми. События со старшими. Какие-то события будут. И успех, удача в личной жизни. То есть дальше карты мне не хотят проигрывать. Я одно могу сказать. Более полугода я не могу ничего вообще сказать. Потому что здесь идет приход короля пик. И его действия. Действия какой-то хозяйка. Как будто будет он наводить якобы порядок. И будет наводить порядок в экономике. Но у него все падает туз пик. Вот так могу сказать. Вот в этом какой-то корень смуты. Я не знаю, что это за человек. И я догадываюсь, конечно, кто это. Но пока точно не могу сказать. Это вот ближайшее время. То есть король Трев. Он после какой-то назревшей ситуации. Ситуация назревшая. Она даст свой плод. Нужно будет заплатить по долгам. Заплатить по кредиту. То есть идет воздаяние чего-то. После этого воздаяния, я так понимаю, справедливого. Якобы по справедливости. Роды они все равно. Они имеют под собой природную составляющую. То есть обмануть ты это не можешь. То есть какое-то идет воздаяние по долгам. После этого отменяются все поездки короля Трев. После этого идет король пик. Вот король пик. Его действия и есть смута. И последствия его действий есть смута. Вот так мне карты проигрывают. Далее я сказать ничего не могу. Абсолютно. Дальше. Дальше лето я не могу ничего сказать практически. Можно предполагать. Я вроде расклад делал. Можно предполагать, что там, не знаю, распада страны не будет. Там, не знаю, что-нибудь гражданской войны не будет. Изменения какие-то будут. Но я пока не берусь судить. Надо будет расклад сделать. Самый ключевой месяц это апрель-май. И вообще надо сделать расклад. Потом будет на лето. Вот это вот самое ключевое. Чего еще можно спросить у карт насчет этой смуты? Ну, далеко если глядеть, да, вот смута. Там, не знаю, смута. Во что она может перерасти, если она будет... Если она будет осенью, начало зимы. Смута. Что карты ответят? Много не буду выкладывать. Слишком далеко смотрю. Ну, здесь злая девушка или вдова идет. Ну, либо злость, я не знаю. Ну, дама пик в сочетании. Ну, какая-то злость выпадает на что-то. Может, что-то не удастся. Тут опять же проигрывается король пик. Дорога. Какая-то дорога идет. Сейчас, секунду. Дорога на празднование. Не знаю, почему-то дорога на празднование идет. В дорогу на заработки. У меня такое ощущение, будто если смута какая-то будет, то будут люди уезжать. У меня почему-то такое ощущение идет, потому что здесь идут две дороги. У меня такое ощущение, я еще раз говорю. Если какая-то смута начнется осенью, начало зимы, но это очень далеко, я смотрю, то люди будут уезжать. С чем эта смута связана, я еще раз говорю, не знаю. Это идут последствия действий короля пик. Это прямо вот его прямое действие. Действие связано с финансами, связанное с каким-то новым порядком. Дама Треф это порядок, она хозяйка. Дама Треф, вот она, это хозяйка. Но у него идет туз пик, то есть перекрытие всего, всех возможностей. То есть, либо он не будет устраивать кого-то, вот этот новый король, который появится после короля Треф. Ну, я не знаю. Либо это само провидение вот так будет устраивать, потому что, я так понимаю, оно здесь еще имеет место быть. Я просто так интуитивно думаю, что здесь есть действие высших сил. Может, они устанут терпеть просто. Иногда такое тоже бывает. Просто устают терпеть и все. И очень хороший пинок дают. Всему и вся. Чего дальше может быть? Здесь идут разочарования. Разочарования в действиях, в первую очередь. И почему-то идет долгожданный гость. Мне король пик очень не нравится. И его действия не нравятся. Вот как-то так. Вот так проигралась у меня смута. Я еще раз говорю, это гадание. Не стоит относиться к этому серьезно. Я всего-навсего даю трактовку картам. Не более того. Спасибо, что смотрели. Надеюсь, что все будет хорошо. События, которые начнутся, они будут нести под собой очень большие последствия. Ну, там посмотрим, что будет. Я сам не знаю. Это буквально конец марта, апрель-май, может быть. Начало мая. Вот эти последствия будут. Воздаяние по кредиту. То есть по долгам, иначе говоря. Воздаяние по долгам. В какой-то назревшей ситуации. Ну, там дальше идут уже перемены. Все. Спасибо, что смотрели. Гадание еще буду делать. Надеюсь, что все будет хорошо. Всем удачи, здоровья, жизненных и душевных сил, денег, мира, добра и всего-всего хорошего. До свидания. Оставьте комментарий, поставьте лайк, дизлайк. Всего доброго.